Дмитрий Глуховский. До и после. Читает для вас Артем Назаров. Август выдался удивительно мягким и благостным. Свирепых сибирских комаров, которые обычно как раз в этот месяц разворачивали последнее решающее наступление на человечество, на сей раз унесло куда-то игрой циклонов. Пару недель назад случилось, правда, небольшое землетрясение, но по сравнению с прошлогодним августовским пеклом и лесными пожарами, которые чуть не пожрали и Борисовку, и соседние Грязево, и сам райцентр Мантурово, толчки казались неправдоподобно легкой расплатой. Словно ждали червонец строгого режима, а отделались тремя годами условно. Главной неприятностью было то, что в телевизоре теперь пропал сигнал. «Как-то там Андрюша», — ковыряясь резиновым наконечником клюки в земле, переживала Ангелина Степанна. С тех пор, как от Андрюши ничего не было слышно, вечерние посиделки было решено перенести во двор Нины Прокофьевны, благо комары не докучали. «Нехорошо ему на голове навертели», — покачала головой Анна Павловна. «Растрепанный такой, словно башку не мыл неделю, да еще и чумазой стал. Раньше мне он больше нравился, опрятный такой был, а теперь тьфу! Хоть бы и не видела его век! Зато поправился хоть немного, а то кому он такой тощий нужен?» — «А в последний ты раз чего рассказывал? Про мальчонку-то этого, который своего товарища случайно из ружья отцовского застрелил. А потом отцу парнишке убитого позвонил и тому говорит, на, извиняйся, если хочешь, и все. Дальше, — говорит, — в следующий раз все доскажем. И на тебе!» — разорялась Ангелина Степанна. «Ничего, Анатолий из райцентра вот вернет, станет понятно, что там у них», — уверенно заявила Нина Прокофьевна. Телевизоров в деревне было всего два. Один, старый, советского производства, заботливо накрытый вязаной из белой нити кружевной скатертью, стоял на почетном месте в зале у Анны Пауны. Он играл роль алтаря под эконостасом пожелтевших овальных фотокарточек с обветренными временем лицами ее покойного мужа, родителей и глянцевыми прямоугольничками с розовыми физиономиями внуков, которые жили с родителями в райцентре. Второй, с совершенно плоским экраном и надписью «Маде ин Индонезия», был привезен Нине Прокофьевне ее дочерью из города прошлым летом. Горизонт Анны Пауны был всегда мутен и пуст, так как безнадежно поломался 13 лет назад и не был выброшен только из пенсионерской солидарности. Плод же японского индустриального неоколониализма в странах Юго-Восточной Азии работал исправно, и каждый день Нин Прокофьевна торжественно расчехляла его, приподнимая паутину стиранных кружев и осторожно нажимала кнопку на пульте. Зимой паломничество к ней соседок начиналось еще утром. По главному каналу страны объясняли, как правильно дозировать мочу, чтобы избавиться от остеохондроза, и убедительно показывали, как побороть метастазы при помощи сырого мяса. Летом с утра надо было спешить на огород, зато вечером можно было поохать над невероятными историями человеческих страстей, сочиненными за косяком сценаристами второго Малахова. Новости в деревне глядел только Анатолий. Остальные никаким политикам не верили, да не очень-то и интересовались московскими информационными абстракциями. Раз в год, когда президент по слухам обещал поднять пенсию, случалось, включали программу «Время», чтобы удостовериться. Чтобы не попасть в просаг перед стервозной почтальоншей, которая раз в два месяца привозила из райцентра конверты с редкими купюрами, вихляя восьмерками велосипеда «Орленок» по выбоинам единственной дороги. Но внеочередное повышение уже свалилось под мартовские выборы, и в августе от Москвы ничего хорошего не ждали даже самые ярые оптимистки. Нет новостей, да и шут с ними. От них сплошные расстройства. А про политику уж всегда соврут. Это в деревне твердо знали еще с тех пор, когда телевизор «Горизонт» только-только вылупился из картонной коробки с надписью «Не кантовать». «Да вон же он едет!» — привстала со скамьи дальнозоркая Анна Павловна. «Анатолий! Толя!» Гонец, отправленный заистиной в райцентр, смотрел вперед несмело и руль держал неуверенно. Сначала хотел прислонить свой зловонный мопед к ограде, потом передумал и сообщил от калитки, не приближаясь на опасную дистанцию. «Вышка повалилась, ретрансляторная. Говорят, скоро подымут. Когда трясло, она и вылетела с корнем. До тех пор никакого телевизора». «Это надо же!» — всплеснула руками Анна Павловна. «Заходи, Толя! Что стоишь?» Упершись руками в поясницу, Нина Прокофьевна трудно поднялась на ноги. «У меня пирожки для внуков пекла». «Спасибо!» — Анатолий дыхнул в кулак, закашлялся и замотал головой. «Не голодный! В Мантурове накормили!» «Своей, что ли, ездил?» — прищурилась Ангелина Степановна, не замечая укоризненного взгляда Анны Павловны. «М-м-м!» Анатолий неопределенно качнул головой и на всякий случай крутанул ручку газа, намекая, что разговор затягивается и что ему пора бы ехать. «А может, мерзавчик налить, а, Толь?» Хозяйка дома кряхтя двинулась к шкафу с пыльными стограммовыми гранеными стаканчиками. Тот дрогнул, но устоял. «Будь сейчас утро!» Он вряд ли был так несгибаем. Но время легального опохмела миновало, и перед мысленным взором Анатолия маячил костлявый призрак запоя. Именно железный принцип «больше трех дней подряд не пить» позволял ему изящно балансировать на грани алкоголизма все эти годы, пока его одноклассники и сослуживцы самозабвенно отдавались белой горячке. Нина Прокофьевна пожала полными плечами и уселась обратно. Анатолий взял под козырек и отчалил, оставляя за собой рваные облачка сладковатой бензиновой гари. Дочь с зятем и оба внука, городские, приехавшие к бабке на каникулы, ушли купаться на речку и вернуться должны были только к ужину. Пирогов Нина Прокофьевна успела напечь с утра. Картошку ставить на огонь было еще рано, оставалось время для умственной деятельности. «Все врет», — высказалась она. «Прокралью свою», — встрепенулась задремавшая Ангелина Степановна. «Вообще все», — категорично заявила Нина Прокофьевна. «Не было он в Мантурове». «А где же он был? На мотоцикле ведь ездил». «Вчера дождь шел?» «Шел». «Там от Грязева до Мантурова дорога, колдобина на колдобине. После дождя не лужи, а болот настоящий. А мотоцикл чистый у сукины сына», — разоблачила авантюриста Нина Прокофьевна. «Значит, дальше Грязева не уехал». «Хм! Да что ему в Грязеве сдалось?» Ангелина Степановна пригладила шерстяную юбку. «В Мантурове у него девка хотя бы, учительница тамошняя». «Поругались они», — авторитетно возразила Анна Павловна. «Как ты не знаешь?» «Да когда же они успели? На той неделе же ездил к ней». «Ничего не ездил. Он уж к ней месяц не был. Скажет к Наташе, а сам в Грязево». «А в Грязеве ты что?» «Дружок там его, Вить Крыжий. На лесопилке работает. Ну, сидел который». «Хм! Да что я Витьку не знаю». Уличенная в некомпетентности, Анна Павловна попыталась восстановить позиции. «Кто мне дрова с зимой привозил?» «С Витькой и пил, точно», — с прокурорской убежденностью заключила Нина Прокофьевна. «Тебе танки, что ли, доносит?» — нахмурилась Анна Павловна. У хозяйки в рукаве имелся козырь. Почтальонша, всех бабок открыто презиравшая, в проницательной и подозрительной Нине Прокофьевне видела себе равного и иногда делилась с ней сплетнями о Грязевской и Мантуровской жизни. Плохо только то было, что в этом году Деревенские ни на что не подписывались, а пенсия, как ни старались партии и правительства наладить выплаты, до Борисовки доходила не чаще, чем раз в два месяца. Июньская же задерживалась и того больше, а об Августовской можно было вообще не мечтать. «Лучше б она другого чё донесла», — открестилась от информатора Нина Прокофьевна. «Да уж, на два с половиной месяца отстают. Макарон-то на что брать будем?» По совести, на четыре тысячи пенсионных рублей в Борисовке покупать было нечего. Сложенная из цементных белых кирпичей сельпо находилась в Грязеве, и крашеные зеленой масляной краской полки были поровну заставлены скверной водкой, батареями сайры в собственном соку, кандовыми коробками с рафинадом и расфасованными по бумажным пакетам крупами. Водка особым спросом не пользовалась, а сахар, напротив, уходил в лёд, поскольку в каждом втором доме стоял самогонный аппарат. Всё остальное можно было вырастить на своём огороде или выменить у соседей. У Нины Прокофьевны были куры и фруктовый сад, у Анны Павловны — подающие надежду поросята и двадцать соток огорода, у Ангелин Степанны — отелившаяся недавно корова и парники с помидорами. На тренированные годами реформ жители Борисовки, Грязева и любого другого российского посёлка могли с лёгкостью перейти в автономный от государства режим, изо всех слабостей позволяя себе лишь традиционную русскую ностальгию по сервелату. Нина Прокофьевна половину повышенной своей пенсии аккуратно отделяла и раз в квартал отправляла с Мантуровского почтамта детям в город. Ангелина Степанна закупала на всё гречку и сахар, потому что уже отпраздновала 75-й день рождения и за это время была не единожды учена горьким опытом. Анна Павловна откладывала сбережения в конверт за иконкой Николая Чудотворца, которая висела у неё в спальне, и дрожала от каждого натужного дыхания своей старой избы, опасаясь грабителей. И для всех троих нерегулярная подачка была скорее знаком причастности их деревни к некоему необъятному государственному целому. Макаронный вопрос, изначально риторический, повис в воздухе. Лето выдалось хорошим, в парниках разрослись настоящие огуречно-патиссонные джунгли, и фаланги начищенных трёхлитровых банок ждали сигнала к выступлению. Зима не будет голодной. Мазохистическая природа русской женщины располагает её говорить не о том, что у неё хорошо, а о том, что не складывается. «Потаскли его без Андрюшта», — вернулась к своему любимцу Ангелина Степанна. «Когда теперь вернут?» «Как нам теперь знать?» — развела руками Нина Прокофьевна. «Сукин сын обманул, никуда не ездил. Теперь только если зять попрошу прокатиться узнать, то захочет ли он по такой дороге. И так уж матерился». Конечно, корейские автоконструкторы не могли и предвидеть суровых условий, в которых будет эксплуатироваться их детище. Оно, в общем-то, неплохо держалось. Учитывая, что по корейским понятиям за Мантуровым дороги не было вообще. Но зять Нины Прокофьевны, взявший под это дело потребительский кредит, не намерен был ставить на новом автомобиле бесчеловечные эксперименты. Большим одолжением по отношению к его супруге было просто согласиться ехать в эту отчаянную глушь на машине. Он, как и все остальные обитатели Борисовки, в первые дни переживал телевизионную ломку, механически обреченно тыкая вечер за вечером в кнопки пульта якобы для тещи купленного им телевизора. Лазил даже на крышу, исследовать засиженную воронами антенну. Тщетно. Совершенно плоский экран показывал лишь эфирную пургу, и приключения сотрудников убойного отдела, которых до душевного зуда не хватало первую неделю, стали постепенно забываться. Взвесив все за и против, ехать в Мантурово и проводить там расследование обстоятельств исчезновения Малахова и сериальных кукол, зять отказался. На третью неделю по Андрюше скучала уже только сентиментальный Ангелин Степанна. На четвертую, когда роднее Нины Прокофьевны пора было уже грузить машину и отправляться обратно в город, из-за холма показался ездок на дребезжащем старом велосипеде. «Пенсия!» – разгибаясь и отставляя в борозду жестяную лейку, предположила Анна Павловна. «Война!» – заголосила издалека взмыленная почтальонша. Вместо привычных уже цветных аргументов в ее сумке валялись плохо отпечатанные фронтовые сводки. Хотя фронтов, собственно, никаких не было, да и война уже три недели как закончилась. И сколько ни читали они мажущиеся свинцовой краской страницы, никто из жителей Борисовки не мог понять, как залп китайских крылатых ракет по Тайваню мог привести к отправке американских МБР в Пекин, что было неверно расценено в Одинцовском бункере РВСН и вызвало ответный удар по США, после чего… Землетрясение месячной давности оказалось отголоском чудовищных взрывов, в одночасье обративших в пыль и пепел все крупные европейские, американские, азиатские города. Все случилось настолько стремительно, что ни правительство, ни военные командования не успели эвакуироваться. Государств, которых задел атомный молох, уже почти месяц больше не существовало. О Грязеве, о Грязеве и тем более о Борисовке в райцентре вспомнили только теперь. Листок прошел по рукам и обескровленный упал на скамейку. Люди растерянно смотрели друг на друга, пытаясь найти нужные слова. Опровергнуть, поверить, утешить. В голову отчего-то лезли мысли совсем неуместные. — Андрюш, ты как же? — прикрывала рот за скорузлой ладонью Ангелина Степановна. — Это что же? Пенсии-то не будет теперь? — попыталась осознать Анна Пауна. — Кредит можно не возвращать. — почти неслышно добавил зять. — Да как же мы жить-то теперь будем? — запрочитала Ангелина Степановна. В повисшей тишине слышно было, как побрякивал колокольчик на шее у ее коровы, и альтом звенел первый, адаптировавшийся к новой жизни комар. А может быть, это, наконец, долетел до Борисовки отголосок того звука, когда лопнули невидимые струны, протянувшиеся через всю огромную страну из Останкина и удерживавшие ее за счет единства мыслей и переживаний, мало чем похожих друг на друга граждан. — Да так же и будем, как жили, — вдруг объявила Нина Прокофьевна. — Что изменилось-то? Если вы дослушали до конца, то я могу предположить, что вам понравилось, а поэтому не забудьте поставить лайк, прокомментировать и подписаться на мой канал. Также прошу заметить, что я очень рассчитываю на вашу финансовую поддержку для развития канала, так как львиная доля моей аудитории из России не монетизируется. Спасибо. — Спасибо.